Всем здорова! Это первый видос 2022 года. Я надеюсь, вы все круто отметили Новый год, отлично отдохнули, мы тоже отлично отдохнули, только выбрались из постели и сразу снимать. Этот процесс чуть затянулся, поэтому видос будет только в конце января. В начале года мы решили снять что-то особенное и крутое и выбрали для этого Этик 2022. Поставка приехала к нам еще в 2021, 31 декабря, но так получилось, что за праздники все, что мы привезли, раскупили, поэтому, несмотря на этот казус, мы решили все-таки снять видос. Часть мы вам покажем вот так в руках, часть возьмем и стырим у Этик с канала на ютубе, но все эти запчасти мы держали в руках и уже знаем, чем они отличаются от прошлых версий. Вилка. Начнем с самой маленькой запчасти из нашего обзора. Вилка Этик Легион, естественно, ее вторая версия. В этом году Этик заморочились и сделали аж три разных вилки под три вида компрессии. Есть вилка под СКС, есть вилка под ХИК, есть вилка под АйХИК. Давайте разбираться, что же у них нового. Сразу скажу, что есть два вида вилок под 8 и под 12 оси. Под 12 мы не привозили, если надо, пишите в комменты, привезем. У нас сегодня на обзоре только под 8 миллиметров. Первое, что бросается в глаза, естественно, дизайн. Вилка стала более плавная, круглой. Изменились ноги вилки. Те, кто пишет нам в комментариях, что это перья вилки, это неправильно. Ноги. Так вот, вот эти обновленные ноги позволяют установить колесо до 120 миллиметров. Вилки, кстати, поддерживают 8-миллиметровые колеса только 24 миллиметра шириной. Вот эти места, посадочные под колеса, стали интегрированы в ноги вилки. Раньше это была закладная. Этик уверяют, что увеличилась прочность, снизился вес, а если верить отдельным источникам, у обладателей данной вилки вырастают на 3 сантиметра. Когда вилки к нам ехали, мы гадали, чем же отличается версия ХИК от версии СКС. Что может быть разного? У нас было одно предположение, и в итоге все оказалось именно так. СКС вилка от ХИК вилки отличается длиной штока. И в СКС вилке, естественно, нет проставки. Проставка, кстати, тоже прикольная. У нее есть здесь вот бортик, который повышает прочность самой колбы. Не колбы, как многие говорят в видосе, колба есть слово в русском языке. Как предположили наши парни, при закручивании компрессии она не будет разъезжаться за счет вот этих вот ребер. Мелочь, а прикольно. В этом году Этик прекратили эксперименты с цветами, и будут доступны только в двух цветах. Это такой вот некрашенный полированный алюминий и черный анодированный. Кстати, все вилки комплектуются топкэпом. Это вам не какой-то болт с блинчиком. Это настоящий алюминиевый крутой топкэп с огромной резьбой. Гоним дальше. А дальше у нас руль Этик Драйт второй версии. Что поменялось? Во-первых, изменился вес. Этот руль стал легче почти на 100 граммов, чем предыдущая версия. Ширина руля 62 сантиметра. Доступен в трех вариантах по высоте. Это 57 сантиметров, 62 и 67. Как и прошлая версия, имеет бэксвип 3 градуса, загиб назад. Уже сразу идет из коробки с пропилом и с проставкой под СКС. Обратите внимание на то, что руль оверсайз. Если ваш зажим поддерживает только стандартные рули, руль вам не подойдет. Помимо веса изменились косынки усиления на руле. Благодаря ним, Этик уверяет, руль стал прочнее на 14%. По цветам история точно такая же, как с вилками. Супер строго все. Это некрашенный и черная надировка. Дека Ирован второй версии. На самом деле, кто бы что ни говорил, за свой прайс это самая охренительная доска. Она весит меньше чем 1300 граммов. Выглядит просто охренительно. Но обо всем давайте по порядку. Что поменялось? Во-первых, изменилась шея. Дека стала шире. Теперь ее ширина составляет 120 миллиметров. Доступна она в двух размерах. Это 50 и 54 сантиметра. Дека теперь поддерживает 120 колеса. Только, к сожалению, под 8-мм ось и шириной 24 миллиметра. Изменились декенды. Они стали очень красивыми, почти такими же крутыми, как на пандемониуме. Изменилась толщина стенок шеи. Стало гораздо больше. Прямо по ощущениям мощно. Доступно, как и все железо этих в этом году, только в двух цветах. Это черный и некрашенный. Он же полированный. Скорее полированный даже, чем некрашенный. Немного изменился бланк спейс и сварка вокруг него. Они стали гораздо более приятными для скольжения. Не знаю, зачем это на парковой доске, но однозначно плюс. А еще к деке теперь идет в комплекте прикольная шкурка. С достаточно крупным, кстати, зерном цепляет вообще огонь. Главное не стереть задницу, когда падаете. Но это к шкурке не имеет отношения. Двигаемся по шкале крутости дальше. Дека Этик Пандора. Почти как украшение или ящик, но дека. Этик позиционирует эту деку как универсальную, больше даже стритовую. Но ее вес позволяет кататься на ней в парке, мы считаем. Существует две версии. 52 и 56 сантиметров. Так вот, версия 52 сантиметра весит 1305 граммов. Это с пегами. Пеги, кстати, из 7000 алюминия. Такие огромные, толстые, крутые. Шкурка, кстати, с дырочкой идет в комплекте. Она нам не нужна. Полукруглый бланк спейс, плоское дно, такие две рельсы. Тормоз традиционный для этих на одном болте. Крепление этого тормоза двухпозиционное. Под 115 колеса и 125 миллиметров. Да, эта дека поддерживает колеса до 125 миллиметров в диаметре и до 30 миллиметров в ширину. У нее по умолчанию стоит 12-миллиметровая ось. 8-миллиметровая ось с проставками, естественно, в комплекте. Мне кажется, эта дека просто взорвет рынок в 2022 году, потому что за ту цену, за которую она продается, это просто супер предложение. Хочешь скользить, скользи. Хочешь крутить, вертеть в парке. Крути, верти. Идеально. Ну и выглядит она круто. Кстати, цветов доступно, угадайте, сколько? Два. Черный и некрашенный. Передаю привет Саше Шевченко. Это его доска. Саня. Объект вожделения всех стритеров и стритерш. Дека Lindworm 4-й версии. Дека доступна теперь в двух вариантах ширины. Это 150 и 160 миллиметров. Также доступны аж 4 размера по длине. Это 54, 56, 58 и 60 сантиметров. Основное изменение по сравнению с прошлой декой, это съемные декенды. Они теперь сделаны из 7000-го алюминия. Дека, кстати, доступна только в боксит-варианте. Самое крутое осталось неизменным. Шея деки и стакан выполнены методом ковки. Это одна деталь. Она стала еще легче, еще прочнее. Дека поддерживает все варианты размеров колес, которые вы можете себе представить и даже не сможете представить. Это колеса диаметром до 125 миллиметров, шириной до 30 миллиметров. Поддерживает два варианта осей. Это 8 и 12 миллиметров. Оба, кстати, в комплекте стал богаче. В этот же богатый комплект входит крутейшая шкурка с крупным зерном. Ну, все, что нужно для настоящего стрита. Естественно, двухпозиционный обновленный тормоз из нейлона. Че еще вам надо-то для стрита. Пишите в комменты, че еще надо. К сожалению, каких-то позиций может сейчас не быть в наличии, но скоро мы ждем большую поставку. И, кстати, в феврале, может быть, в марте приедут новые рули Олмасти и новые деки Вулкан. На них мы тоже снимем обзор, если вам будет интересно. Если я правильно умею считать, этот видос выйдет 21 января. Поэтому, по-братски, накидайте лайкосиков моему сыну. У него сегодня день рождения. Ставьте сердечки, пишите комменты, подписывайтесь. Всем пока!